Сейчас мне все-таки хотелось бы познакомить наших зрителей с результатами опроса платформы «Доктор на работе». Давайте посмотрим. Первый вопрос, который мы задавали врачам, я обращаю ваше внимание, врачам в регионах, у нас звучал следующим образом. Все ли необходимые средства защиты для работы с пациентами, зараженными коронавирусом, есть в вашем медицинском учреждении? И 22 апреля мы получили такие данные, что 11% ответило, что есть, и 80% ответило, что нет, недостаточно. 89, да. 89. На сегодняшний день данные от 6 мая мы видим, что цифры немного, но изменились. У нас 83% врача по стране не имеют средств индивидуальной защиты. Да, я тоже очень тяжело вздыхаю, Ярослав. И следующий вопрос, с которым мы хотели бы вас познакомить, с какой регулярностью вам проводят тесты на коронавирусную инфекцию? 22 апреля мы видим, что у 80% медицинских работников тесты не проводились. На сегодняшний день эта цифра немного изменилась. 68%. Немного, но все равно движение вперед у нас есть. В лучшую сторону. В лучшую сторону, безусловно. Если можно как-то прокомментировать, пожалуйста. Я считаю, что это проблема номер один, номер два и номер три. Особенно опасная ситуация может сложиться в средних или малых городах, где есть 4 реаниматолога в лучшей реанимации. Вот заболевает 2, что случается? Нужно сейчас в срочном порядке совершенно всем штабам заниматься аналитикой и отправляет бортами МЧС туда эти средства защиты. Понимаете, останавливается документоборот на выходные дни, а люди, соответственно, заражаются. Я считаю, что в этой ситуации, вот с учетом того, что я глубоко в это посвящен, в эти проблемы, разговариваясь с разными чиновниками, с штабами, кроме подключения людей в погонах, сейчас я варианта не вижу. Это должен быть генерал, это должны быть военные медики, это должно быть командование, которое возьмет и доставит конкретно врачам средства индивидуальной защиты. Это может быть национализация предприятий, которые производят маски. Все что угодно, вот понимаете, потому что люди не понимают степень критичности проблем. Вот вы сейчас цифры эти показали, это страшные цифры. 83% не имеет средств защиты. А Минздрав, он видит эти цифры? Вопрос. Мне кажется, что эта ситуация, знаете, в медицине ситуация называется скотома. Это не от слова скот, а это слепое пятно на сетчатке. Когда есть такая штука, человек не видит. Минздрав, ты покажешь эти цифры, он их не увидит. Я считаю, что здесь нужен президент Российской Федерации, Песков, ФСБ, военные врачи. Все. Что делать врачам? Они не могут обратиться за помощью. Они не могут открыто выйти и попросить. Сейчас, как я понимаю, самое крупное журналистское объединение, Сидикат 100, объявило сбор информации в... Это неаполитизированная информация на сайте «Новой газеты» и анонимно, и неанонимно. Можно туда послать. Я считаю, что правильным способом является обращение, конечно, в региональный Минздрав, как сказал Песков. Он сказал, не обращайтесь в СМИ. Согласен с уважаемым человеком, но не везде региональный Минздрав имеет ухо. Вот там, где это ухо есть, можно писать туда. Многие блогеры, например, Илья Барламов, тоже объявили сбор вот этой информации о недостатке средств индивидуальной защиты. И, может быть, туда тоже можно написать. Можете обращаться. Кроме того, есть телеграм-канал для врачей, где... Ну, исходным он был канал для ансидиологов и анематологов. Впоследствии туда присоединилось множество врачей, которые борются с коронавирусом, где есть куча желающих помочь с СИЗами. Прям на безобразной основе предлагают и маски, и костюмы, как бы есть, если ты заинтересован в этом. Если в Москве как-то с обеспеченностью, насколько я понимаю, все более-менее в порядке, то в регионах, наверное, страшно что-то. Хорошо. Давайте быстро скажем, что проблемы в закупках. Вот физически. Если ты звонишь, сейчас говорят, что на складе есть, просто их очень трудно купить. Там очень сложный механизм организации закупок. И главный врач, вы знаете, сейчас вот разговариваешь с главврачами, говорят, что до сих пор требуют иногда откат 30%. Несмотря на то, что родственники этих людей лежат в реанимации, все равно просят откат. Понимаете? И главврач, что ему нужно? Либо ему в тюрьму садиться сейчас обеспечивать средствами защиты, вот, либо как? Нужно сейчас использовать, как я понимаю, 44-й федеральный закон позволяет быстро закупать в случаях форс-мажора. Вот нужно сейчас это сделать.